Начнем традиционно с хроники коронавируса на 10 апреля и вначале по Славутичу. Первичных обращений с признаками ОРЗ 5, из них трое детей, с пневмонией 0, подтвержденных или случаев заболевания коронавирусом нет. Днем у нас какая-то неделя получилась такая бурная. Впервые мы провели тест на коронавирус, даже по-моему не один, а три. Вот итоги этой недели, чем она запомнится вам, вашей жизни. Ну, запомнится тем, что, как всегда, иногда первый блин, особенно в пятницу, бывает комом, но, тем не менее, этот ком нам удалось нормально все пройти. Мы и договорились с Черниговским лабораторным центром о том, что они будут делать для нас анализ на ПЦР, поэтому нам не нужно будет с каждым этим анализом ездить в Чернигов. Да, мы уже наладили полностью связи с тем же самым и с Броварской СС, которая за нас отвечает, и с Департаментом охраны здоровья Киевской области, чтобы мы могли нормально подавать им отчетность. Поэтому, в принципе, дорожку протоптали, а дальше будем уже работать по обстоятельствам. Я думаю, что, в принципе, пока у нас в этом плане все хорошо. То есть, в качестве примера, мы берем Николаевскую область, где по-прежнему ноль. Кстати, а как вы объясните этот феномен? Ни одного заболевшего. Я не могу это комментировать, я там не работаю, поэтому, как бы, ну, честно говоря, дай бог, чтобы так и было. Вот в Кабмине уже начали говорить о том, что будут сокращать, скорее всего, карантин, его будут уменьшать, но, насколько я понимаю, цифры, они не уменьшаются. Плюс 200, плюс 250 фактически ежедневно. То есть, все-таки, с вашей точки зрения, карантин продлят? Ну, как минимум, это середина мая. Ну, я не могу предполагать, продлят его или нет, да. Это, как бы, да. Моя точка зрения, что, как минимум, до 10-го числа его было бы целесообразно продлить. Но это только моя точка зрения, потому что, ну, мы же знаем наш народ, мы сами себя знаем, да. То есть, как только нам дадут чуть-чуть послабления, сразу все пойдут друг к другу в гости. Тем более праздники и так далее впереди. Поэтому есть смысл, как раз-таки, эти праздники попробовать население сдержать от перемещения, от контактов и так далее, чтобы не распространить это все, чтобы не было взрывного характера. Мы и так, слава Богу, Украина идет по пологому графику, да, по пологому сценарию. Поэтому, дай Бог, чтобы он так и сохранялся. Цифры по Украине. Всего заболело 2203 человека, что на 311 больше, чем в четверг. 61 выздоровело, 69 летальные исходы. По Черниговской области 9 случаев заболевания коронавирусом. Цифра не увеличилась, а вот по Киеву 348 случаев заболевания. На 48 больше, чем в четверг. По миру 1 601 018 человек заболели коронавирусом и в Соединенных Штатах Америки по-прежнему растет число заболевших 469 021 человек.